Продается пекарня в добрые руки. Примерно с таким предложением обратилось руководство Дуляпинской администрации к зятю Ирине Тихомировой. Семья все взвесила и решилась на приобретение. Пекарня не работала три года. Капитальный ремонт, перекладка печи, покупка нового оборудования и автофургонов обошлись новым хозяевам в 16 миллионов рублей. Но вместе с тем главной задачей было сохранение традиций старой Дуляпинской пекарни, которой в этом году исполняется 60 лет. Хлеб наш выпекается по старым рецептам, которые сохранились со времен открытия пекарни, а это 59-го года. В свое время Дуляпинский хлеб, это была особая брендовая марка. Он пользовался спросом и был на слуху, и жители даже Иваново, сюда из Иваново приезжали за хлебом. И нам просто захотелось восстановить это все. Когда мы купили пекарню, то есть мы восстановили эти рецепты, которые здесь были, вот лежали. Плюс у нас есть еще человек, который здесь работал в то время. Пекарня работает около месяца. Сейчас пекари трудятся в две смены в ночь, чтобы утром свежий хлеб был уже на прилавках. Правда, пока продукции представлены только в Дуляпино и в Хромцово. На этапе ремонтных работ предприниматели обращались в центр «Мой бизнес» для получения помощи в увеличении мощности пекарни. Не исключено, что для развития снова потребуется поддержка. У нас целый спектр услуг, и скорее мы и настраиваем меры поддержки под запросы реальные. Поэтому важно услышать, что действительно нужно. Вот обратите внимание, мы сегодня на прекрасной пекарне. В этом году исполняется 60 лет, но она пережила и неприятные времена, когда была заброшена, несколько лет не работала. Вот благодаря предпринимателям все восстановлено. Посмотрите, какой технологический уровень, качественная продукция. В планах ввести третью смену для круглосуточной работы, чтобы расширить ассортимент. Будут выпекать зерновой и фитнес-хлеб – багеты. Потребуется также большая ротационная печь для выпечки. Та, которая есть, с заказами уже не справляется. Через месяц две точки продажи дуляпинского хлеба откроются в Фурманове и одна в Приволжске. Выход на Ивановский рынок тоже есть в планах. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Фурмановский район.